Во искупление грехов. Всем грешникам, особо садомитам, не спосылается свыше бесконечный ремонт. С вами Марина Морлок. Особым садомитам посылается ремонт бесконечной санузла. Совмещенного с вами Марина Морлок. Сегодня случилось то, о чем... Сегодня четверг. Вам 23 января. Да, кошка? Случилось то, о чем я мечтала всю неделю. Прошлую. Нет, унитаз установили вчера, но пока еще старый. Новый унитаз ждет своего звездного часа. Смотрите, какой он кафельный, голубой. Так, а у меня что-то кот всех достает вообще ужасно. Нервирует просто. В общем, унитаз. В Ужениново был синий унитаз, а тут такой голубой. Это символ очищения нового этапа. Тут я пол мыла, тут мои ботинки стоят. Тут рюкзак лежит, сантехника и его носки в шлепанцах. Короче говоря, тема такая. Бесконечный, как любовь, у нас идет ремонт. Вот, я вам показываю. Это уже четвертый этап ремонта. Унитаз готов к установке. Кот уже тренируется на нем. Кот стал очень большой, длинный. Вообще, это большие кошки. Канадский сфинкс, это довольно крупная порода. На самом деле, просто он лысый. На самом деле, это большой кот. Кот везде лезет, все достает, везде все мешает. Вот. Собственно, я и молоток поменяла. Вот. Если повезет, то на выходные я свалю. Потому что ремонт в санузле затягивается на неопределенный срок. Так, это вот эти панели для выравнивания полов. Вот. Это штукатурка. Вот эти фиолетовые ведра, это ведра со штукатуркой по всему тому. Это обед сантехника. Сантехника это молодой прикольный парень. Такой симпатичный, даже немножко подкачанный. То есть, это не бухой сантехник из ЖЭКа. А это два молодых, очень приятных парня. Которые, в принципе, работают оперативно. Но все равно им нужно время. Ну вот, мне уже установили раковину. Наконец-то, я тут вчера хотя бы помыла посуду за неделю. Вот. Хотя бы я тут могу нормально теперь умываться и зубы чистить. Но сегодня я вообще сделала то, о чем я мечтала всю неделю. Потому что я всю неделю не могла это сделать. Я последний раз смылась на крещение. Ну, как раз в воскресенье я помылась в крещение. А сегодня четверг. И я там все пользовалась какими-то тазиками и втаназиками. А сегодня я не выдержала и вымыла голову. В общем, вот я с мокрой головой. С такой. Завтра отдам это полотенце на растерзание. Оно в каких-то желтых пятнах и не отстирывается. Но желтые пятна, это, наверное, я волосы красила. Вот, собственно, и остались желтые пятна. С вами Марина Морлок. Вот так вот я выгляжу. Что-то это халат. Вообще вот халаты я не люблю. Мне кажется, они не халаты никому не идут. Вот как-то, блин, в них вылит какая-то сталинская пижама, а не халат. Но он, в принципе, нормально подходит. Он довольно мягкий. И подходит для того, чтобы носить его после мытья. Главное, его не забывать на кровати. Иначе кот начинает яростно этот халат домогаться. Видимо, просто возбуждает. Представляет леопарда. Леопардих, в общем, вместо этого халата. Вот, в общем, вот так вот я выгляжу. И вставки гипюровые. Гипюровые. Тут вот всё вот такое. Вот, блин. Я уже что-то как-то в шоке в таком. Я уже курить даже хочу. В общем, тут сделали, посмотрите, сделали пол. Вообще и сделали плитку. Вообще санузел получается такой серенький, как зайчик. Серенький зайка. В общем, я уже показывала. Окно тут заделали ещё раньше. Заложили окно. В общем, вот это вентиляционный отсек, через который всё слышно. Как моя бабушка скажет, всё слыхать. Это всё унитаз, который вам так нравится. В общем. Который вы так любите. Но недолго осталось любоваться. Это пробой на стене, который очень любит кот. Для пущей вентиляции, для пущей слышимости. Тут вот такая вот оголённый стояк. Это муп рассвет, собственно, сделал. И не заделал. И не поменял нифига. Тут уже установили фильтры. Но я не знаю. Пока они, наверное, ещё не подключены. Они пока только подвешены. Фильтры гейзер. Вот, естественно, они пока не подключены. Меняли тут вентиль. В общем, вот до вентилей всё, как вы понимаете, это зона ответственности. Муп рассвет. И тут не сделано ничего. От слова, ну, совсем ничего. После этих двух вентилей, двух сосков, которые так просили и писали в заявлении заменить. Но никто эти соски не заменил. Ну, в общем, от них уже идут новые трубы. Коленца с фильтрами, со всеми делами. И тут уже под ванну тоже новые трубы. В общем, этот пока ещё гусак, или как его называют, смеситель, пока ещё старый. Но я уже тут мылась. Хотя мне сказали, ни в коем случае плитку не мочить. Но я попробовала просто помыться не под душем, а под струёй воды. Потому что я не могу. У меня уже волосы просто плавно стали превращаться в дреды. И я понимаю, что просто завтра я буду уже как леший выглядеть. И это невозможно уже. Я уже купила себе капюшон. Кукушка-какушонку купила. Капюшон, блин, как в капюшоне он смешон. Я вам ещё померю для вас завтра, наверное, этот капюшон. Но даже капюшон не сильно меня спасал. И тем более на работе я не могу уходить в капюшоне. Это слишком подозрительно будет выглядеть. И, в общем... В общем, я сегодня помыла голову. Но вот пара плиток всё-таки замочилась нижним. Я надеюсь, на них просто чуть-чуть попала вода. Я надеюсь, всё-таки там... Я старалась, конечно, на них не лить. Надеюсь, это не так прям фатально. Вроде пока... Вроде... Не знаю, пока вроде держится. Пока всё держится. Надеюсь, не будет никаких затоплений соседей. А так, такие красивые плиточки. Завтра ещё будут плиточки по бокам. Ну, короче, будет не вся ванна в плитке, а только такой фартук будет из плитки над ванной. С таким небольшим декором. Вот. Вот так вот будет. Такой вот пол. В общем, ванна... Мои штаны служат ковриком для ванны. Это штаны, в которых я ходила. Но больше я у них не похожу. Они стали ковриком для ног, потому что их придётся, видимо, скоро выбросить. Вот. Такие вот дела. Тут такой стиль-лофт получается. Вообще стиль-лофт очень красивый, но его сложно выдержать, чтобы он не выглядел реально подвалом, а выглядел... Аль выглядел как лофт. Конечно, это, наверное, не в этих квартирах. О, смотрите, кот уже ко мне. Кот ко всем пристаёт. И ко мне пристаёт. И кота бы помыть не мешало бы. Но сейчас как бы не до кота сейчас. Ботинки мои совсем стали ужасные. И, собственно, вот у меня что-то... Упало полотенце, распушились волосы. Сзади меня кот. Он идёт. Давай, кот, хочешь на плечо, что ли? Такие вот у меня дела. С вами Марина Морлок. В общем, это уже четвёртый этап ремонта. Завтра будет ещё один ремонт... Ещё один этап ремонта. Выкладка плитки. А закончится это всё, наверное, только в субботу. Так вот, до субботы ещё. Но и то это не закончится. Это закончится основной этап. С плиткой, с унитазом. Но нужно будет ещё делать эмалировку ванны. Опять нельзя будет ей пользоваться. Вот. Потом надо будет ещё что-то делать. В общем, ремонт в кирпи. Вот, как мне говорили, вот кирпичные дома. Они такие крутые. Вот панель эта херня. Я всю жизнь жила в каких-то панельках. Мне говорили, вот панель. Эта хрень вообще полнейшая херня. А вот кирпичные дома, они супер. Там и звукоизоляция. Они тёплые. И вообще они шикарные. Звукоизоляции тут нет от слова совсем. Тёплую квартиру как-то особо тоже не назовёшь. Ну, это может быть просто очень старые батареи. Я не знаю. Может, если поменять батареи, то будет квартира тёплая. Но со старыми батареями она, естественно, холодная. Даже невзирая на хорошие окна. Вот. Звукоизоляции тут вообще между квартирами, во всяком случае, тут нет вообще. Вот. То есть, так же совершенно, как в панели. Вот. Но в панели гораздо меньше пыли и гораздо легче. Я помню, вот делали-ка ремонт своими силами, там, недель за две. Ну, так довольно оперативно мы сделали. Руслан ещё сильно тогда прям... И у меня, и у Руслана был отпуск, он сильно прям помог. А вот сейчас, конечно, это жесть. Это жесть. Это уже длится не знаю, насколько. И прям вот есть у ремонта начало, нет у ремонта конца. Просто вот есть, как у любви, как у кольца, и, блядь, ни начало, ни конца. Это бесконечно, как любовь просто. Вот. Но я надеюсь, что всё-таки всё, когда они заканчиваются, ремонт когда-нибудь закончится. Другое дело, вот у меня что-то как-то печалит. Я не знаю. Я как-то тут пожила что-то недолго. И то ли я тут не привыкла. Не знаю, не могу понять. То ли я вот не привыкла с новой квартирой. То ли просто вот такая вот бесконечная разруха. Она, конечно, действует на психику и неустроенность быта. Ну, как-то неуютно. Я вот мне что-то вот... Я обратила внимание, мне вечером после работы не хочется вообще домой возвращаться. Сначала хотелось с работы уволиться. А сейчас что-то наоборот. Мне вечером вообще после работы домой не хочется. Вот. Ну, как бы понятно, почему. И утром хочется побыстрее отсюда свалить уже на работу. Я встаю, быстро пью кофе, быстро одеваюсь и быстро валю. Мне ещё до станции так пилить и пилить пёхом весьма прилично. Или если ехать на маршрутке, то тоже прилично. Потому что маршрутка ходит до станции этой самой... Маршрутка ходит до Ходькова. Вот. До Ходькова тут минут 25 пешком или минут 10 на транспорт. Вот. Ход пошёл туда. Полез мне. Я себе одеяло купила новое, но я его пока не достаю, потому что новое одеяло тут очень быстро станет старым одеялом. Ну, в общем, вот такие вот дела. Вот так вот идут дела. Вот. В общем, я вам показываю, что у меня тут происходит. Что тут такое у меня творится. В общем, ставьте лайки, ставьте лайки, пишите комментарии, ставьте лайкосики. Вся моя куртка, смотрите, как запылилась. Блин, надо было всё это убирать. Но я что-то, знаете, я не ожидала, что вот настолько всё будет пыльное. То есть тут такое ощущение, что тут стены, что они состоят из пыли, что они просто как-то исторгают пыль. И тут всё какое-то, всё пыльное. У меня вечно грязные волосы. Обычно я совершенно спокойно раз в неделю голову мою, а тут уже всё, там, 4 дня, и они уже в дреды превращаются. Медленно, но плавно. В общем, такие вот дела. С вами была Марина Морлук. Спасибо всем, кто смотрел мой канал. Подписывайтесь, ставьте лайки, без лайки. Я что-то давно, давно у меня не было никаких стримов. Давно у меня не было ничего вообще. В общем, но всё равно спасибо всем, кто меня смотрел. Всех я целую, обнимаю. Уже скоро, уже январь к концу подходит. Уже так, глядишь, уже скоро и имболка, потом встретение, а потом уже весна. Так что доживём до весны. С вами была Марина Морлук. Всем спасибо, всем счастливо. Пока-пока. По-моему, единственный плюс со всеми этими переживаниями, походу, у меня похудело лицо. В общем, всем спасибо, всем счастливо. Пока-пока.